Здарова, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Ну что, место встречи изменить нельзя, мы находимся сейчас в GTA 5 RP, проект Grand Roleplay, пожалуй, лучший проект Grand Roleplay, не знаю почему, наверное, потому что я здесь играю, ну, по факту плюсики-то определённые есть, и если вдруг тебе понравился видосианский, понравится, там ссылочка в описании, короче, заходишь, регаешься, ты получишь бонусики, я получу бонусики, и все будем жить долго и счастливо, плюс меня найдёшь, я тебе помогу чем смогу, кину какую-нибудь денюжку, промокодик, все дела, короче, в семью возьму, и всё будет хорошо. Ссылка в описании, дружище, главное начать, и тогда всё получится. Не суть, у нас вышло обновление, и что получается, у нас заменили призы в лотерейных билетах, как и в простом за деньги, да, игровую валюту, лотерейном билете, изменили призы, так и в билете, который стоит 250 рублей. Ну, к донатному билету мы вернёмся чуть позже, наверное, в каком-нибудь другом видосе, а сейчас мы займёмся именно тем, что будем открывать простые, пролетарские, пролетарские дешёвые билеты, ну как дешёвые? Бля, сейчас миллион потрачу, ёпта, мне бабки нужны, я миллион потрачу, вот, ребята, так что это? А, ещё, я нахожусь в топ-1 семье, самая лучшая семья в этом штате, всех ждём, всех адекватных, главное, да, адекватных, взрослых, вот, с утреца у нас пока 15 человек, но всё нормально. Семья называется Чикаго Люкс, я вам даже сегодня покажу, где находится дом, и, как бы, приходишь, договариваешься, берём семью, а у нас там, ёпта, активные, да, там, все события ездим, короче, всё разруливаем, друг другу помогаем, главное, 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 вести себя хорошо, там, не ругаться, вот, не высирать ничего, нормально ко всем относиться, и вообще всё будет классно, так что ждём тебя в Чикаго Люкс, вот, и опять же, повторюсь, будет всё хорошо. Сейчас мы едем в магазин, закупимся билетами, я вам сейчас тогда расскажу, покажу, посмотрим, вообще, будет удача на моей сегодня стороне или нет, но вообще, в целом, конечно, многие будут говорить, что, э, билеты, э, донет, э, донет, туда-сюда, но, если посмотреть, какой популярностью пользуются эти билеты лотерейные в штате, то мне кажется, что всё-таки эта тема игрокам заходит, и, как мне, азартному человеку, поиспытывать судьбу, эта тема также, друзья, заходят, о, смотрите, уже какая-то тачечка стоит, так, заходим сюда, окей, давай, ёпта, покажи товары, хочу заключить контракт, да. Короче, давайте, как только появляется револьвер, начинаем. Добрый день. билетики по 10 тысяч давай сколько покупаем 100 ну давай сначала 50 давай сначала 50 просто минус полляма минус полляма давай как и прошлый раз на миллион так на миллион на миллион так на миллион так на миллион давай еще 50 50 будет 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 сегодня жарко ладно давай я вам покажу семейный дом короче нравится мне эта тема с билетиками правда конечно же тут есть и свои плюсы свои минусы бывает что ты открываешь до хрена билетов эти нихера не падает а бывает что покупаешь один билет вот у меня часто так бывает с 250 рублевыми билетами один билет купил оттуда достал машину я по поводу этого потом отдельно сниму видос покажу вам ну те кто следят за моими стримами по gta 5 rp grand roll play они видели эти приколы просто один билет на халяву покупаешь тебе выпадает дорогущая за несколько миллионов машина ты счастливый такой думаешь сейчас я вообще это цепанул за хвост птица удачи берешь еще 10 билетов покупаешь на две с половиной тысячи рублей и тебе знаете что не падает ни хрена вот такая вот фигня ну что давай не знаю вот наш семейный дом ребята его найти если что очень легко он находится вот здесь так что давайте ждем главное еще раз мы как бы всех подряд не берем нам нужны нормальные ребята адекватные которые не будут крысить и заниматься всякой херней а там чем сможем поможем ладно ставим столик на можно тут кэшбэк тут немножко вот так вот вы поставили слишком далеко от себя ты серьезно ты серьезно мой рядом с вертолетом да твою дивизию чё ты глючишь то ну вот а вот надо было поближе поставить все окей все хорошо все хорошо все хорошо заходим а ёб твою я же дебил я такой дегенерат а я и какой я дегенерат я сейчас каждого билета мог по 1000 заработать то есть я бы уже отбил бы сто тысяч если не ошибаюсь сука надо было стол ставить и там билеты покупать а я взял купил в магазине просто придурок ладно ну заре у меня 836 баксов до смотрим нам все это дело окупится и дегенерат смотрим призы просто дегенерат просто столько бабок просрал бмв подожди какая у нас тут грань гарантированная фигня использовать гарантированный приз это так понимаю бмв за 4 но если мы выигрываем у него госка 400 тысяч почему-то реально маленькая за 4 все таки и соответственно ты вообще хер его продаж потому что все эти билетики открывают я так понимаю это машина сейчас будет часто падать ну то есть я срублю 200000 на наша задача какую-то из этих машин поймать более редкую или третий рюкзак или еще что-то неонки ну то есть чтобы это все дело отбилось но ничего там не подсказывает что миллион у меня не отобьется и вот я так сейчас лоханулся пацаны вы просто не поверите вы просто не верится но какая-то денежка ну там скорее знаешь типа 7000 наверно упала ладно полетели дальше я так лоханулся я так лоханулся я просто дико лоханулся просто это просто жесть окупиться мне наверно будет невозможно но потом поедем на склад до в конце видосы посмотрим масочки люблю аниме маски ребята я их могу мариновать ну да 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 конечно же масочки 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 и И, кстати, уменьшили количество масок, я так понимаю, вот именно с этих лотерейных билетов, потому что там разновидностей говна было больше. А хотя нет, просто видишь, сейчас... Не-не-не, то же самое, просто те же маски, просто, ну, как бы цвета разные остались. Что-то мне казалось. Видишь, он показывает тебе, показывает, что ты желтую маску выиграл, а по факту потом на почту приходишь, они у тебя разноцветные. Слушай, ну хорошо, хоть деньги. Может, я не так в минуса уйду. Тут гарантированный приз, да, 150 билетов открываешь, получаешь машину. Как бы мы гарантированный приз по-любому заберем, ну, типа, 200 тысяч от объема. Если бы я еще с кэшбэком открывал бы, да, если бы я не лоханулся, я бы еще 100 тысяч отбил бы. Пожалуйста. Ну, окей, деньги. Так. Там типа показывает, что можно миллион денег, да, достать. И, ну, сколько я эти билеты открывал, может, да, ляма полтора в свое время, да? Ну, там, правда, другие призы были, что-то я там таких сумм не видел, чтобы падало. Пожалуйста, выпади машина, а? Две. Вообще, желательно три. Ну, что-то, понимаешь? Я даже не то, чтобы надеяться, что я в какой-то плюс уйду, я надеюсь, что просто я не так сильно в минус уйду ради этого видоса, понимаете? Хотя мне стоит, наверное, придется покупать эти донатные билеты, вот там я уйду, наверное, в минус. Короче, я так лоханулся. Как же я лоханулся, ребята. Просто ду-ра-чок. Ну, знаете, в моем случае это абсолютно нормальная фигня. Я сейчас, знаете, по-моему, когда первый раз эти билеты открывал, мне там показывается машина, я там уже все до усрачки типа рад, сейчас она мне выпадет. Сейчас я понимаю, что это не так, потому просто быстро открываем и смотрим, сколько, ну, на сколько бабок я уйду в минус, понимаете? Так. Ну, ой, портфельчики хер мне выпадут. Хер мне выпадут портфельчики. Так, давай. Зато этих масок будет как дерьмо. Реально. Ну, давай уже, машина, а! Уже 30 билетов открыл. У меня, кстати, вот когда я эти дешевые билеты открывал, мне не разу оттуда машина не упала. Мне единственное, что оттуда упала, а восьмая гарантированная. Ну, то есть гарантированный приз. Если остальные пацаны доставали машины, да, то, ну, как бы со мной такая удача не прокатывала. Ну, надеюсь, сейчас это исправится. Хотя бы, ну, одну машину достану. Вроде бы семьи, там, парень, Володя, он, как бы, гарантированно эту З4 походу забрал, еще две машины. То есть он там и эфиру забрал, и еще что-то. Ну, посмотрим. Хотелось бы что-нибудь, понимаете? Не то, чтобы я сильно хотел на них ездить, но все равно было бы приятно. Тем более, знаешь, ну, как бы подзаработать денег. Но я сейчас, конечно, дико лоханулся. Ну, блин, пожелайте мне, ребята, лайк поставьте. Чем больше лайков, тем больше шанс выпадения чего-то, да, толкового. Вот, и тем больше, тем меньше, возможно, я уйду в минус. Давай, блядь! Короче, просто жесть, просто жесть. Я думаю, за это количество билетов уже кому-то по пару машин упало, а я тут в говне копаюсь. Ладно. Ладно, давай поменяем тактику. Давай будем вот так вот открывать. А? С других сторон, не знаю, очень. Давай с середины. А, с какой стороны не начни, везде маски. Сейчас я уже, да, приближаюсь к гарантированному призу, который нихера не стоит. Окей. Давай еще. Да, это какая-то наркомания, конечно. Когда активно играл в битузамку, там это связано с роллингом героев. Да, ты там копишь игровую валюту, или ты донатишь на нее и пытаешься выбить героев. Или донатишь через акции, там, каких-то редких героев пытаешься выбить. Здесь это немножко по-другому, но все равно, грубо говоря, затягивает. Так, работаешь, работаешь, там, на фуле. Потом, бац, все бабки просрал в лотерея. Ай! Мне уже должно же повезти, а? Уже больше половины билетов потратил, ни хера не выпало. Ну, кроме денег, ну, там деньги, они даже стоимость билета не окупают. Деньги, да? Деньги. Хочу вот эту вот, кстати, феру старинную. Не знаю, почему, вот мне именно хочется старинную феру. Привет, мальчик. Привет, мальчик. Привет. Здорово, здорово. Хочешь поржать с дегенерата? Я, короче, поехал, купил, ну, то есть, у меня был уже стол, заключил контракт, думаю, сейчас, типа, на лямчик билетов подкрываю. Прихожу сюда, поставил стол, и, как бы, а потом вспоминаю, дегенерата, нахера я 100 билетов в магазине купил? Просто ты просто, прикинь. Блядь, это сильно. Это, это, это я. Это минус 100к просто. Да, 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 да. Жесть. Я не ожидал, честно. Так, продолжаем, друзья. 40 билетов осталось. И никакого намёка на что-то ценное. Просто, вот просто, знаешь, день пошёл коту под хвост. Просто изначально, походу, лоханулся. Сейчас заберу, блядь, машину с госстоимостью 400 тысяч, и всё, как бы. И иду со самбо. Вот три раза, блядь, подряд первые две ламборгини Тиабло, потом всё не оно. Ай, там на них можешь даже не смотреть. У меня тоже там они падают, падают, и как бы мимо. Я уже 65 билетов открыл, и ни хрена. Последние 30 билетов, друзья. Последние 30 билетов, давай. Оу, 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 оу. Оу, оу, оу. Масочки, масочки. Хоть бы портфель упал в коем-то веке. Кому-то портфели падают. Помню, когда эти лотерейные билеты ввели. Третьи портфели даже стали стоить дешевле. Просто, блядь, последние 10 билетов. А-а-а, блядь, меня начинают бомбить. Ну давай. Мне вообще это добро... Я это просто... Давай, блядь, пять билетов последних. Ну, как бы... Тут, конечно, да, можно верить в чудеса, что мне что-нибудь возьмет, выпадет, да, за эти последние пять билетов. Но, как бы, нет. Но, как бы, нет. А-а-а-ха-ха! Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Лучше на стриме буду открывать, на стриме как-то больше везёт. Лучше на стриме буду открывать. Ребят, смотрите, у меня 836 баксов. Сейчас все посылки заберу и посмотрим, сколько у меня будет денег. Я хочу забрать посылку. 13 тысяч. 14. Маски, 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 маски. 14, по 14 тысяч, короче. 8 тысяч было. Да, короче, на популяс я попал. 14 тысяч, 11 тысяч. Попал я. Пепел. Да. 14. Да. Там, знаешь, показано, что типа миллион можно выиграть. Я, конечно, надеюсь на это, но вряд ли. Так, ребятушки, забрал половину билетов. Как вы видите, у меня, ну, короче, у меня получилось забрать 135 тысяч. Сейчас 1015 потратил на перекраску этой машины. Да, там доп цвет, простой цвет. Плюс ещё покрытие. Не суть. Мне ещё осталось половину билетов забрать, но у меня не было места для масок. Сейчас, раз уж тут такое дело, давайте сразу протестим эту машину, друзья. Посмотрим, сколько она поедет. Давай куда-нибудь поставим точку. И туда полетим. Но пока я уже ехал до чип-тюнинга, мне машина понравилась. Тем более, если учесть тот факт, что у неё госстоимость 500 тысяч. Грубо говоря, я, конечно, попал по деньгам в этой лотерее, но ёпперный ты театр. Слушай, она, посмотри, она уже 300 едет. Ну, типа, это М4 или ЗМ4, как эту модель? Ну, короче, типа МЗ4, М-модель. У меня, ребята, редукс не стоит. Давайте посмотрим, сколько у меня получится максимум её разогнать. То есть машина очень хорошо управляется, хорошо разгоняется, как мне кажется, да, и это всё сток. Хотелось бы посмотреть, сколько она в стоке пойдёт максимально по скорости. Но тут ещё этого не увидеть. Сейчас будем, ну, короче, весь круг по трассе сделаем, там посмотрим максималку. В любом случае, машинка очень приятная, очень прикольная. У неё большой багажник, извини, там чуть ли ёлки-палки не максимальный, потом вам покажу. Вот, управляется классно и при этом почему-то такая маленькая госстоимость. Гостоимость как-то, ну, скажем, неадекватно, что ли, формируется, я не знаю. Ну, то есть по госстоимости эта машина должна быть выше. Ну, это типа спортивная. ЗМ, модель, BMW, ёлки-палки. Ну, да, к среднему, вот сейчас 250 едет. Ну, ну да, как бы это на самом деле мало для стока, наверное. Хотя за эти деньги это нормальная скорость. Но у меня просто была надежда, что, может, как бы бабки-то я просрал, но хотя бы машинка будет какая-то супербыстрая. Да, в повороты входит без проблем. На повороте скорость 260. Ну, как бы тут не такая большая проблема на 260 км в час зайти в эти повороты. Тут уже 270 разгонялись. Ну, как бы управляется шикарно. Управляется эта машина так, как и должна управляться для маленькой, для маленького жужика. Ну, и она симпатичная. Единственное, да, как бы я её покрасил в чёрный цвет. Вот, стандартно, как у меня покрашены все машины, чёрно-серый. Ей пойдёт, наверное, какой-нибудь жёлтый, там, синий цвет. И тормоза! Тормоза есть! Понимаешь, я думаю, что если её прокачать на максимум, во-первых, это дёшево, учитывая её госстоимость. То есть, ну, прокачать её на максимум будет стоить копейки. Но при этом удовольствие она вам подарит. Если бы у неё ещё максималка была побольше, было бы вообще шикарно. И она на максималке едет, там, 330 км в час. Если без редукса. Вот. Ну, 270 у неё максимум. А по факту, чаще всего ты будешь передвигаться 250. Но в городе её, там, 300 вроде можно разогнать. Бля, ну как она шикарно входит в повороты. Бля, охренеть. Как мне нравится, как она едет, а? Очень классная. Да, максималка маленькая. Вот в чём косяк. Короче, странная госстоимость. Странная максималка. Но машина очень прикольная. Вот, знаешь, просто нравится. Вот она мне просто нравится. То есть, она не обломная. Я думаю, она на максимуме будет ехать, наверное, как BMW M5. Но при этом, блядь, в два раза дешевле. И сейчас я вам покажу багажник. Ох, ты какая пусечка. Ну, правда, да. Чёрный цвет ей не подходит, ребята. Чёрный цвет ей не подходит. То есть, ей надо что-то яркое. Молодёжное. О, 500 тысяч, да? Г. Открыть багажник. Смотри, какой багажник здесь здоровый. Просто какой здесь здоровый багажник. Ну, то есть, идеальная машина. За эти деньги. То есть, вы её сейчас... Ну, грубо говоря, даже если вы сейчас её выбивать не будете... О, Саня. То, как бы... Вы её купите за недорого. И не будете обламываться. Я не буду знать. Понимаю. Короче, я тебе, считай, одалживаю 2,7 миллиона. Ага. Вот. Но... С условием. Я тебе сейчас даю эту машину. Но с условием, что ты 3 дня в этом цвете ездишь. Сука. Хорошо. Всё, тогда договорились. Три дня. Всё, всё. Понял. Вот. Чтоб на стриме я, если что, сразу мог проверить. Хорошо. 7-го числа я могу менять. Да, да, да. А он бесплатно меняется, если сколько? Ну, там недорого. А, всё, зачем я. Найс-то. Короче, ребятушки, на этом всё. Как вы видите, у меня 250 тысяч. Итого у меня минус 750, по сути. Ну, и как бы, я не знаю. Если за ГОСКу продавать, это 250 тысяч. Получится у меня где-то 500. Ну, если не за ГОСКу продавать, там, не знаю, продать её за 1400. Что, наверное, вряд ли, а может быть, и не вряд ли. То у меня где-то минус 300 тысяч. Если учесть тот факт, что я 100 тысяч просрал, мог забрать с кэшбэком со стола. Ну, в принципе, ну, ты покупаешь на миллион билетики, потом в минуса уходишь на 1200-300. Ну, в принципе, нормально, ребят. Но это, как бы, тоже не забываем. Это если учесть тот факт, что ты, как бы, забираешь гарантированный приз. А гарантированный приз у меня уже, как бы, как бы, у меня были открыты билеты. Потому я мог забрать гарантированный приз. А так, где гарантированный приз, ты забираешь за полтора ляма, грубо говоря. Ой, мусорник ногой долбанул, он упал. Печалька. Короче, думайте сами. Вот. Мне изначально с этими дешёвыми билетами никогда, ребятушки, не везло. Но многим, многим везёт. Пишите в комментариях, как у вас там дела. Всем удачи и пока. Что? Ничего нету. Лучше бы мне бабки отдал. Лучше бы, да.